приветствую вас друзья с вами варчик под прошлым видео набралось 169 комментариев 692 лайка за три дня это прям шикарный результат всем огромное спасибо за подписки с этого видео подписалось больше 100 человек ну а на экране вы видите трех победителей по 500 золота из прошлого видео тех кто писали комментарии и оставляли в конце комментария свой никнейм были люди которые тоже могли выиграть но они не написали свой ник поэтому пришлось выбрать следующих которые написали до конца этого месяца осталось буквально вот полтора дня мне можно еще разыграть в этом месяце 11 тысяч золота я хотел 30 и 31 разыграть по 10 тыс золота и разыграл бы все золото которое планировалось на этот месяц но вот 30 числа на стриме один человек не написал свой никнейм поэтому я разыграл не 10000 золота как планировал а 9 поэтому завтра 31 числа я разыграю на стриме 11000 золота для аккаунтов мира танков те которые играют у лесты поэтому не забывайте заходить участвовать в розыгрышах под этим видео нету розыгрыша золото поэтому никнейм можете не писать но в следующем месяце розыгрыши золота в видео будут но в этом видосе нету поскольку он выйдет в последний день месяца и на него уже золото у меня нет но в следующем месяце будет у меня для вас 60 тысяч золота и я его за весь месяц вам раздам все прояснил по полочкам разложил переходим к теме видео пять лет я не заходил на свой аккаунт который находится на европейских серверах который на и у вот я туда зашел и мне дали награду за четыре года в строю дали пять танков подарочных там на скриншоте видно только 4 5 еще не влез также еще дали резервы на серебро x5 непрема серебро боны стиль 4 жетона и так далее и поскольку я давно не был в игре дали 14 дней према этот аккаунт лет шесть примерно назад или 5 или не знаю сколько четыре с хвостиком короче года назад я создал на ю для того чтобы посмотреть на что там похож рандом просто поиграться и вам показать и для себя свое любопытство утихомирить так вот снова прошло много времени и мне стало интересно как же там на европе люди играют на что там похож рандом играл я только на первом и втором сервере играл только на девятки поэтому какое количество арты там на десятках я не знаю поскольку еще не докачал десятку может быть за эти x5 я докачаю десятку и посмотрим какой там рандом но это не точно самое интересное было как проходят бои как там вбр как стрельба как люди в бою себя ведут я думаю это многим возможно интересно по крайней мере на стриме люди спрашивали так вот концентрировано в этом видео я расскажу свое мнение о том что увидел самое главное отличие которое я заметил это то что игроки не думают что будет потом они не пуганые не шуганые не боятся делать какие-то действия поскольку не задумываются о последствиях либо им все равно либо у них недостаточно опыта игры хотя после боя статистику открываешь бою у них много они просто видимо не развиваются в скиле не обучаются и играют не заморачиваясь поэтому очень часто можно заметить игроков которые не ромбуют не доворачивают правильно броню не играют правильно там от рельефа занимают опасные позиции выкатываются там где выжить практически нереально они ничего не боятся и не задумываются что будет если вот я вот так вот сюда вот вылезу вот бой на фоне который вы видите это один из тех которые я на стриме на играл на европе и на фоне вы видите как люди не особо правильно не особо адекватно отыгрывают и вообще ничего не боятся в бою главное чтобы ты мог реализовывать эти неадекватные действия с одной стороны кажется что играть так намного легче игроки действительно кажутся намного слабее но с другой стороны ты не ожидаешь что и враги и союзники так будут действовать союзники тоже играют также поэтому на них надеяться тоже стоит меньше то есть это в две стороны работает поэтому на мой взгляд на его лучше играть больше в позиционке не рисковать отыгрывать аккуратнее от имбовых позиций также меньше куда-то там переезжать убегать поскольку враги даже когда едут в атаку они не всегда делают это нормально и правильно были случаи когда на меня ехала куча врагов а потом прям передо мной завернули и поехали непонятно куда они нашли соседнюю дорожку она им показалось видимо интереснее чем я я был практически один никто мне не помогал на меня ехала сразу три или четыре врага но им показалось что интереснее поехать куда-то не в меня а по каким-то своим другим делам и таких всяких непонятных действий в бою всегда много даже в этом бою на фоне вы видите как есть 75 рам будет красиво прям вообще великолепно идеально выставляет ромбики потом враги которые в чистом поле то в кустах катались они не задумываются о том что будет если они засветятся насколько бы у нас люди не играли странно смешно и слабо но когда видишь этих игроков понимаешь что они как будто бы отстают в плане игры в рандоме на много-много лет это как зайти в песочницу и там просто ты всех обижаешь поскольку никто тебе не может ничего толком сделать но с другой стороны со стороны смотришь на все это и когда играешь эти бои не всегда можешь правильно спрогнозировать чтобы делать союзники и враги поскольку они не совсем играют так как ты привык играть на ру регионе из-за чего и сам иногда делаешь какую-то дичь к этому просто нужно привыкнуть я бы не сказал что этот рандом мне понравился больше я бы не сказал что прям на нем легче просто нужно по-другому подстроиться под такие условия а вот в чем действительно легче это в том что больше не имбовых танков в рандоме заметно в боях сетапы танков поприятнее как-то какие-то зачуханные веточки которые у нас уже никто не играет вообще их никто не качает какие-то абсолютно бездарные танки нас практически раз в году дай бог один раз увидишь там на европе на всяких зачуханных танчиках очень часто в рандоме люди катаются и это удивляет что некоторые ветки уже занерфили в хламину они вообще никакущие но на европе еще на них играют или какие-то ветки которые у нас уже практически все прокачали там еще потихонечку качают это сильно бросается в глаза и это видно в каждом бою да там тоже есть turbo бои но в целом бои еще и кажутся немножко помедленней но turbo бои тоже были но такое ощущение что за весь стрим их было всего несколько я даже удивился что некоторые бои были настолько быстрые прям как на ру регионе на ру регионе такое ощущение что игроки быстрее спешат за результатом за уроном реже выезжают прям в откровенно дурацкие места где ты в нулище сливаешься делают это редко это если это может принести какую-то пользу но вот на его а какой-то там пользе или каких-то там опасных перекатках или позициях вообще особо не задумываются при этом увидеть целую кучу танков тяжелых на каком-то абсолютно глупом направлении где вообще тяжа мне место можно очень часто иногда даже удивляешься а что реально можно было на тяжах играть вон там чем там люди занимаются в углу карты там куст охраняют в несколько тяжей или на площади катаются на тяжелых танчиках когда их расстреливает вся зеленка и люди вообще об этом не задумываются такие типа ну я сюда приехал я тут играю а за ним еще какой-то другой чел на тяжей приехал они там вместе катаются куда нибудь вылезти стрельнуть один раз и слиться в нули но это вообще ситуация стандартная и даже я в какой-то момент заметил что в такой рандом играть не так интересно и не так захватывающе как в тот рандом который я уже привык на ру регионе и даже в чате люди некоторые заметили это и написали даже быстрее чем я это сказал поэтому такие выводы у меня по рандому на и у серверах на мой взгляд там люди играют слабее и прошлый раз когда я играл я это замечал и в этот раз я опять это заметил снова нужно было как-то подстраиваться под другую какую-то игру но есть и вещи которые лучше это те танки из которых собираются бои по крайней мере на девятках не знаю что там на десятках но на девятках прям очень простые танки подбирались и часто я стрелял бэбэшками и специальные снаряды нужны реже играть как-то в этом плане чуть проще было но опять же скажу на десятках я так пока еще не поиграл также есть различия еще в боновом магазине танки другие там есть льготные танки к в 5 т 3 4 3 из 6 ч также есть в рандоме танки которые я тоже первый раз видел это двухстволка там американская кажется тяж восьмого уровня особо в бою его не видел поскольку у меня союзник на этом танке на тяжа я поехал в кустах охранять угол карты второй союзник на тяжа решил что этот чел что-то понимает и поехал за ним это они там вместе в углу охраняли куст также еще по различиям на европе маленькие ремки аптечки не поменяли там по-прежнему нужно выбирать что именно ты хочешь починить и они не работают 3 секунды это очень неудобно я заметил на сравнении таком на контрасте насколько это клевое изменение и очень приятное что маленькая дешевая ремка аптечка настолько хорошо работает и дает такие огромные плюсы также у нас в экипаже ускоренная прокачка экипажа и нераспределенный опыт одновременно сам сразу и туда и туда работает некоторые люди до сих пор не могут найти где у танка галочка которую они раньше тыкали а сейчас ее нет оно просто всегда работает и туда и сюда теперь не нужно выбирать на европе чтобы это заработало нужно покупать вот плюс в котором есть еще третья карта в черном списке вот это вот шняга с экипажем с галочкой также там еще можно бесплатно оборудование снимать но вроде бы кроме фиолетового поскольку это очень жирно можно купить одно нормально фиолетовое оборудование и тягать его по всем танкам бесплатно это прям чересчур жирно еще там по мелочи какая-то чепуха я даже не запомнил поэтому различия есть и некоторые удобные вещи которые у нас всегда работают их недавно добавили они у нас бесплатно на его такого либо нет либо надо денежку занести ну и в конце расскажу про вбр про стрельбу и здесь никаких улучшений или отличий я не заметил все точно также с лопаты кпш землю впритык все точно также альфа вылетает смешная и снаряды летят в очень интересной части прицела здесь никаких отличий я не заметил на стриме вы могли заметить как я радовался чудесный раз прекрасной стрельбе но при этом при всем результат я свой набивал видимо нужно просто меньше обращать внимание вообще на эту стрельбу больше сфокусироваться на тактике позициях переездах и меньше обращать внимание куда там полетел этот кучерявый снаряд который ты запускаешь своей лопатой сомневаюсь что я буду много стримить и уран дом поскольку он мне не особо что-то как-то заходит есть вероятность что он не очень быстро надоест но это не точно может быть время от времени я буду его стримить для разнообразия может быть опять забью лет на пять все же наш turbo рандом как-то смотрится напряжение интереснее а лично мне так кажется вот такие мои впечатления о рандоме европейском играл я на первом втором сервере это сервера не для тех кто переходил на ю это сервера для тех кто создавал аккаунты на ю и там играл у меня чисто европейский аккаунт что там происходит на третьем и четвертом сервере где играют те кто перешел сру региона на ю я вообще не знаю какой там рандом лучше он хуже что там происходит я не знаю вообще я там ни разу не играл туда можно попасть только по приглашению игрока из тех серверов я играл чисто в рандом на тех серверах которые предназначены для европейских аккаунтов вот принципе все пишите свое мнение в комментариях если вы играете на и у первом втором сервере можете написать согласны вы со мной или нет или может быть что-то я не заметил с вам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока и